Ил, песок, пластиковые бутылки, бытовые отходы и даже сотовый телефон. На дне колодца в деревне Матвейково чего только нет. Такое загрязнение ухудшает качество воды. Минимум раз в год колодцы требуют так называемой генеральной уборки. Первое, что происходит на этапе обслуживания колодцев, мы приезжаем, анализируем внешний вид колодца, какие работы нужно произвести. Производится откачка воды первым делом, затем выбирается вся грязь, которая накопилась в колодце. Сами видели, что там можно достать и попадаются весьма интересные вещи. Рекорд среди находок – упавшие ведра. В одном из колодцев нашли сразу 140 штук. Чтобы достать трофеи со дна, необходимо полностью откачать воду. Вручную очистить дно, промыть стены под большим напором воды, произвести пломбировку щелей, при необходимости провести дезинфекцию. Если не производить, то, естественно, будет падать качество воды в колодце. Колодец будет приходить в негодность, связанную с поступлением грунтовых вод и общей грязи с улицы талых вод. Очистку желательно производить по весне, после того, как сошли все талые воды. Осенью перед наступлением холодов – контрольная уборка. Раньше к колодцам было особое отношение. Берегли и ухаживали, как за святыней, вспоминают местные жители. Колодец у нас был, но вокруг домов 6-8. Все в один колодец ходили. Но чтобы там грязным бедром туда зачерпнуть, такого не было. И всегда освещали этот колодец, крестик туда ложили, особенно в Рождество. Если к колодцу относиться так же бережно, то процедуры по очистке много времени не займут, говорят специалисты. Всего в Одинцовском округе порядка 700 таких источников. У большинства жителей скважины находятся на участках. Муниципальные колодцы чаще являются резервным источником воды, который важно сохранить в чистоте. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.